привет всем вы нас слышите на эфире 1 2 3 привет дорогие пользователи и зрители virtuspro.org в эфире шоу третьим будешь для вас сегодня в течение ближайшего часа будет работать овсяников кирилл я огурки и драмер он же георгий фалеев а в гостях у нас как вы все знаете из анонса ярослав кузнецов он gns капитан дота состава ярик привет на заднем плане вы видите его логове дотера кто-то там ползает в логове дотера по заднем плане ярик свои вопросы ярославу кстати вы можете оставлять в комментариях к новости наиболее интересные вопросы мы конечно же постараемся задать нашему герою ну и я думаю самый важный вопрос который вообще всех очень сильно волнует когда вы улетаете на интернет завтра завтра во сколько с утречка откуда не скажу это вдруг кто придет к балет нас кислотой а то есть после последних новостей есть основания думать что может не если бы этот человек бы пришел мы бы сломали пару пальцев может быть отпустили погулять это а так да 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 вот об этом я как раз и хотел задать вопрос вы летите через нью-йорк насколько я понимаю то есть у вас прямой рейс россия сша ну да ну там нет прямых до сетта слишком в нью-йорке а я так понимаю у этих вообще плохой какой-то рейс был у всех ребят то есть у них не просто амстердам седл тоже по моему прямого просто нету может есть там нет 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 по моему них тоже должен быть еще одна детройт там по моему сетт амстердам детройт сетт а может быть у нас одна пересадка в нью-йорке надеюсь что там таких проблем нет хотя авиакомпания та же самая вот это дельта поэтому стрёмно это на самом деле не плохая компания американская то есть вот походу аэропорт какой-то подставной ходу там что-то в амстердаме у местных механиков может быть они там расслабленные голландским законодательством ненадлежащим образом выполнять свои обязанности но в общем и самолет у них ломается ладно нет не так важно на самом деле я надеюсь что альянс и нави и вообще все там игроки которые застряли все-таки доберутся до сиэтла во всяком случае должны ну что я реку у меня вопрос такой самый важный вопрос как вы сходили вообще посольство как эмоции от этого и переживала ли команда переживала ли ты лично относительно результатов но все-таки делала все в последний момент ну как у меня на определенные конечно сомнения так сказать были по поводу того что я сейчас кому-нибудь откажут то придется идти ну как бы там на следующий день порядке куда там супер срочные очереди апелляции там такое есть то есть можно подать там следующий день же приходишь и в таком случае возможно там ну были какие-то проблемы но мы в принципе были уверены что у нас проблем не будет потому что мы проходили как группа то есть ну как там обычно там с девяти утра или даже с восьми утра народ начинает на соусельные приходить и там очень много людей очередь пипец к вообще руку тут какой-то творится всех быстро чем пропускают соответственно там подходишь к этому офицеру визу он даже там может толком не посмотреть ничего ты ему не понравился он там тебя послал как был то в том году вот у меня например и не только у меня там смайл отказывали там вилату в украине еще кому-то тут у нас была такая ситуация то есть мы пришли в два кроме нас во всем посольстве было еще человек 5 которые тоже тоже одна группа еще была какая-то тоже там 5-6 потом еще после нас видимо в 14-30 получается пришла еще группа и по-моему на этом как бы закончилось то есть там совсем другой подход нет такой дикой текучки там ну как бы все знают цель изначально уже дает визита более такое было более лояльно да 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 нас там встретила девушка прям со входа и повсюду водилась везде говорил то есть сейчас сюда сейчас туда там тараля работник посольства ну то есть короче такое более стабильная что ли штука была а вообще вот эти вот визовые офицеры у тебя уже такой опыт наверное накоплен общение именно вот в посольстве до по получению визы а это вообще что люди из себя представляют то есть это какие-то серьезные дядьки там в военной форме которые четко там анкетируют тебя спрашивают о чем-то они удобные вопросы задают да не люди как люди самые обычные гражданские там там нету военных это не знаю на самом деле как попадают на такую работу реально вопрос то есть что вуз что ли где-то есть проходи там обучение на визу и в какой вуз может быть я не знаю но да так обычные люди я так понимаю как там говорил вот лекс которого опыта еще больше в общем то это логично что тип такие они психологи то есть в первую очередь неудобных они вопросов тебе не задают они наоборот задают самый обычный вопрос то есть куда летишь зачем на какой срок там ну там где работаешь например да или там где учишься чего-нибудь такое при том в основном то что ты сам в анкете указал то есть ты пишешь в анкете вот а он тебя еще раз это спрашивает с одной стороны глупо как-то нафига он это спрашивает если ты так и проверяет ну да смотрит на твою реакцию что ну ты спокойно ли ты отвечаешь или ты там спрашивает он тебя куда летишь а ты в детройт нету это в далах или подожди на с на с там да спрингфилд а нет это и симпсонов там сиэтл да в общем если ты не фейлишь то по идее над камер в нашем случае видишь как получилось даже с такими накладками как были у эллидана все равно проблем не возникло пришлось там чуть эллидану побольше подольше пообъяснять если там у меня собеседование заняло там две минуты не знаю 3 минуты то эллидан стоял минут 15 там даже подозвали какого-то постарше человека в посольстве что там девушка с ним советовалась советовалась труда сюда но в итоге все равно все нормально а вообще вот это откуда вообще это всплыла информация о том что кто-то написал кляузу но неужели подошел там офицер посольский работник и на ушко или да он сказал илюха на тебя как и было он как бы подошел ну когда как бы к кошку с получая собственно за визой а его офицер так и сказал ну девушка там сидела так сказал что вот у нас пришло ранимное письмо на адрес посольства человек представился вашим другом близким притом мол и сказал что добывается информации что вот вы сейчас хотите получить туристическую визу там да на две недели близкий друг такой да 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 ну мол видишь какой то там может родственник там марчелло не подписывался не подписывался это на правах шутки я думаю какой бы я думаю я подозрю какого-нибудь школьника знаешь такого совсем неадекватного почерпочер школьника но школьник достаточно дотошный это же надо заморочиться было ну да но видишь только можно анонимку написать вот если бы кто-нибудь позвонил бы тут бы я бы уже реально задумывался бы о ком-нибудь более серьезном потому что чтобы позвонить нужно яйца иметь а написать ну чё это интернет люди не привыкли что-то писать вот им с мамами совокупляются и что только не делают в посольство что-то там написать какую-то фигню ради шутки за милую душу тем более что видишь как мы даже ну лишь как бы так получилось такие эмоции поимели от этого что не забили а вынесли это то есть в принципе человек то еще и порадовался может быть зря сделали теперь будет сука всем писать всем пытаться вопрос такой очень сильно критикуют последние несколько два дня на самом деле даже больше virtus pro именно менеджмент за то что они вот мол так поздно спохватились с вашими визами ты как человек моральное здоровье которого непосредственно зависело от действий менеджмента virtus pro какое у тебя мнение и вообще как ты относишься вот ко всем этим обсуждениям потому что я видел твой комментарий ты так достаточно жестко отреагировал мол ребята что вы тут обсуждаете вообще не ну вообще я-то конечно как менеджмент тоже в курсе что я сказал о том что в принципе это понятное дело что непонятно зачем было так все-таки тянуть можно было гораздо раньше как бы все в курсе и это понятно что можно было но тем не менее раз все под контролем держится да есть человек ответственный который получит нереальных там по голове если он зафейлит по итогам взял все под свою ответственность раз он так уверен и раз он говорит что все нормально и по итогам все нормально ну собственно чего реально волноваться на мой взгляд конечно проще сделать все заранее чтобы не париться никому да и как бы не иметь вот даже подобных там прецедентов на обсуждение или еще что то но тем не менее просто как я написал про это не должен был никто узнать вообще ну то есть как кому какое дело да вот я не знаю почему никто же не обсуждает там какие-нибудь визы какой-то там футбольной сборной россии вот они там может они там тоже в последний день получили все новости появляются уже по факту какие-то если конечно кто-то не получил визу тут то да а ну а раз получили какая разница когда в итоге мы летим ну в итоге мы будем вот с теми же на видом и альянсом в один день или чуть ли не раньше них там в этом сиэтле ну и и там какие-то команды тоже в это время примерно подлетают кто-то там в эту ночь ну то есть мы ничего не теряем мы не так что мы там прям с трапа самолета на турнир вырываемся мы также как все пролетаем за два-три дня по моему все нормально интересно меня интересует очень сильно я думаю драмера тоже молчаливого драмера я просто пытаюсь задать вопросы давай говорите говорите я хотел спросить вообще на тему перелетов и прочего все то есть как вы будете готовиться ну не в огром плане планет 11 часов все-таки разница по времени ну да никак ну а как можно кратико готовить ну в принципе чё да да не ну на самом деле немало но климата во первых более-менее наш такой но ну широта примерно то есть такого что там приедем из москвы в какой-нибудь тропике там да где из сыра влажные плюс 40 такого же нет поэтому климатизация не так сильно будет влиять конечно часовые пояса но я не знаю я сам никогда не летал в минус на 11 часов чтобы сказать там я в китае много раз был да там 9 плюс ну конечно не очень приятно прямо скажем бывает иногда особенно в начале но если собраться то нормально какой-то специальной знаешь методики подготовки нет по моему ее в принципе не существует есть какие-то таблетки я видел для нормализации сна там что-то такое тех же самолетах рекламируют но чё-то никто не практикует особо а еще вопрос на тему буткэмп как когда у вас закончился и что вы делаете промежуток между календарю 27 закончился в субботу что делаем ну ничего отдыхаем принципе после буткэмпа да и вообще перед важным турниром желательно там не знаю некоторое время отдохнуть и от доты и от друг друга вообще так это полезно считается по моему вполне себе то есть такая практика чуть-чуть передохнуть от дота дней пять идеально потом прийти там разыграться буквально пару часов и вот ты уже готов если ты готов конечно что собственно было сделано на буткэмпе ну вообще вот и как капитан команды как человек наверное который в первую голову вот все это организовывал да ну имеется ввиду тренировочный процесс там с кем играть что делать как ты можешь вообще оценить потом допустим десятибалльной шкале этот буткэмп насколько он продуктивно для вас прошел что вы там изменили в своей игре что вы добавили вообще в плюс в минус пошло еще разница между буткэмпом к дримхаку и к интернетчному вот в чем была разница между ними как оценить буткэмп я не знаю конечно далеко не на максимум но потому что чтобы ну короче чтобы ты после буткэмп как-то такой такой прям ух все типа вот это был буткэмп ну я не знаю что там должно происходить может быть вообще в доту играть не надо там тогда на 6 может быть на 7 из 10 если так я бы оценил в принципе поработали нормально там были какие-то пара дней где не получилось там нормально поиграть ну там свои причины в общем дефолтный такой буткэмп но на самом деле в принципе провели время с пользой я вообще-то так-то доволен ну вообще как обычный как обычный день прошел вот а ну мне но мы там условились что мол вот мы начнем все в 4 5 в 5 все как бы уже должны обязаны быть как бы готовы играть ну и играем там примерно там плюс минус до час там до двух ночи ну пока есть враги пока там кто-то не устал сильно может быть да и все такое то есть но снова пока есть враги то есть если есть враги да хорошие у тебя то ты можешь там играть и до часа до двух это хоть до пяти утра а если у тебя как бы нету просто ну что сидеть сидишь смотришь там полчаса поискал понял что никого нет можно там и забить там чего в 12 уже играть раз играть все равно не с кем вот так вот у нас по идее и проходили все дни то есть мы просыпались четыре ну там некоторые просыпались раньше кто-то там просыпался позже из-за чего были какие-то проблемы иногда с отдельно играть пять но играли пока пока получалось но обычно там часов шесть минимум играли в день ну это либо 5 на 5 либо там один на один какие-то какие-то может быть еще там два на один или что-то подобное ну и плюс там фишки нарабатывание все типы фишек которые не связаны с врагами особо и которые вообще нельзя никому показывать поэтому использую ну как бы тренируешь чисто в соло вот и все а вот эти мальчик которые буквально было совсем немного во время путем по именно официальные матчи на лигах они как-то вам больше помогали или может быть наоборот отвлекали непосредственно тренировочных каких-то вещей и насколько по ним можно судить о форме команды вот на данный момент потому что ну матчи такие очень разные были да ну не мешали конечно безусловно да в принципе как нормально как такая тренировка только еще более серьезная потому что ну как бы брак как тебя играет на турнир все стараются если что там как-то дефолта не полить стратой то есть приходилось кое-где на этих турниров и играх не использовать какие-то вещи которые может быть бы мы захотели бы использовать там на интернешнем да если бы мы играли с всеми жму узами а но тут мы как бы логично там решили например не использовать дело не в героях каких-то там и даже не в стратегиях а именно вот какие-то микро фишечки да которые там новенькие мы наработали парочку троечку которые там никто не использует особо вот разве что только вот это вот мы не использовали из того что там может быть будем точнее точно будем использовать на интернешн в основном все ну как тебе сказать не я не считаю что это прям показывает насколько команда готова потому что это буткемп там есть такие как у тебя на буткемпе грубо говоря спады и подъемы во время буткемпа то есть какие-то дни мы там играем мы там выигрываем 8 матчей подряд у всех подряд другой день мы играем там проигрываем 8 матчей всем подряд вот этот день когда мы играли с музами он как-то был не очень удачный я не помню кто-то там не выспался что короче какие-то непонятные истории и не очень все клеилось весь день поэтому я бы не обращал особо внимания мы как бы мы особо не обратили внимание разобрали основные проблемы там дали еще раз по голове тем кто там над своими ошибками не работал и повторял там по ходу этих игр ну и все там дальше продолжили работать принципе на следующий день спокойно обыграли альянс там четыре или пять игр вот в последний день буткемпа на тренировке такие принципе довольно нормально закончили этот буткемп по итогам вроде все довольны а какие какой-то фидбэк может быть от игроков от вот ты получил от там я не знаю crazy или там то есть их как их мнение вообще об этом буткемпе как-то можно через себя впитать ну то есть настрой какой вот по твоему мнению какой вроде нормально всех настроен учет все понимают как бы лекс своим умением объяснить донести в принципе вроде до ребят постарался максимально донести важность происходящего если она кому-то было непонятно плюс там принципе там несколько раз были проведены какие-то разговоры и я думаю что по большому счету все довольны буткемпом в общем и целом то есть он нам реально ну должен должен помочь как минимум я так считаю то есть в плане морали и каких-то вот межличностных тоже тем которые все-таки присутствуют да в команде ну это наверное глупо отрицать этот буткемп тоже был больше в плюс ну да тут просто очень много вопросов почему-то про смайла вопросы следующего характера типа почему смайл такой вот типа сильно гнобит неких новичков виртуз про кто понимается кто понимается под новичками виртуз про ну я думаю это все таки вот трио или данкси crazy если такой факт или это просто какое-то мнение не сильно ну такое имеющее отношение это знаешь даже не знаю с чем сравнить просто кто-то что-то пишет при том если сделать очень уверенно и ну не лицо а лицо ты мне сделаешь уверенно в интернете ну как-то не знаю очень уверенно это написать некоторые это воспринимают как просто истину последний станции у чувак пишут что там кто-то кого-то гнобит да верно он в курсе я не знаю откуда такое мнение создалось просто ну смайл как самый опытный там после меня или там ну как второй человек да ну самой по опыту в этой команде естественно он имеет называть это менторские какие-то качества то есть это ну как бы присущий по большому счету ему это и нужно да делать не то чтобы там кого-то гнобить ну кого-то получать но такого чтобы кто там кого-то гнобит так далее такого нет просто опять же надо понимать что такое гнобить да и что такое учить когда ты человеку говоришь слушай чувак ты там вот пятый раз делаешь подряд одну и ту же ошибку ты ну как-то нормально себя чувствуешь да или нет для как кто-то посчитают что нифера он его гнобит вот это да а на мой взгляд это нормально потому что если человеку пять раз говорят ну и ту же да а он на шестой все равно дважды два не может решить и ставить там пятерку то ну как бы это не присуще профессионалу если уж на то пошло да не обучаемость понятное дело что никто там ни на кого матом не орет как-то там никуда не посылает в камере если такое было то теперь такого точно нет ну и собственно все короче ответ нет хорошо там просто в чате про стулы Несса там еще очень просто да 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 ярик у тебя очень сильно скрипит стул поэтому он тут как бы становится четвертым в эфире а у нас шоу третьим будешь ну я ничего не могу сделать со стулами а катаюсь ничего ничего а насчет слабых звеньев команде то есть вот эти все постоянные пересуды я не знаю по моему ни одну команду так не обсуждают вот именно по персоналям как virtus pro то есть не уступающий по скилу или дан это тоже уже шутка которая ну у меня уже нервный тик вызывает только а крэйзи да с какими-то постоянными врывами кси который то играет вообще просто восхитительно то играющий так достаточно ну как-то уходящий на второй план вот и тут на буткемпе на вашем я приметил такую одну вещь ты опять же можешь ну оспорить если это из твоих глаз по другому выглядит мне кажется крэйзи очень хороший провел вот игры да вот именно по тем официалкам если судить но какая-то проблема начала образовываться вот вашей супер трипле ну вот имеется ввиду смайл или дан если такая проблема и может быть вы что-то пробовали экспериментировали вот именно вот ну каких-то там микро взаимодействия потому что была откровенная игра если честно не припомню сейчас с кем вы играли где вот ну не у тебя игра не пошла не у смайла и как-то команда совсем блекла и за счет этого смотрелось хотя на хардлайне и в миде вроде был порядок ну вообще по-хорошему нормальная команда так и должна быть нормальный сильный то есть как бы если команда на всех фронтах выигрывает да то команда вообще выносит там врагов в мясо а если у кого-то типа проблемы то с другого фронта в этот момент кто-то собрался и начинает né то Tay 50 то есть например проигрывается минут десять и там тащит чувак на хардлайне проигрывается хардлайне там на миде проигрывается там на миде на хардлайне тащит трипа проиграл там трепла ну все равно там с мид и какая-то помощь собственно это какую-то в любой команде можно увидеть потому что если ты садить себя пять сильных игроков поoulт-те тоже пять сильных выиграть везде трудно Ну, если получилось, ты как бы выиграл игру в салат А вот если не получается, то Где-то проиграл, где-то выиграл и какой-то баланс Только нужно правильно реализовывать Там, где ты выиграл, оттуда прийти на помощь Или еще что-то придумать Дота довольно трудная игра, вариантов много Где какие конкретно проблемы у нас были Ну, просто ты игру-то не назвал Не героев, чтобы я смог как-то прокомментировать Это, по-моему, была Поправят, может быть, меня зрители Игра с маузами, возможно У вас там что-то было очень хорошо На миде и в хардлайне И не очень в трипле Ну, конкретно я не помню Ну, может, последняя игра, где мы там с аксами бегали Ну, такое, это... Внимание можно не прощать Мне вот вспомнилась игра, где вы Тимбера поставили на хардлайне Там был очень хорошо отыгран И мид, и Хард, а трипла так себе О, денек был такой Сейчас, подожди, дай вспомнить В кого играли-то против маузов, да? Тоже, только на другой лиге Не, ну, короче, на этот день вообще Внимание никому не стоит обращать Там были свои, короче Проблемы буткемпа Кое-какие возникли Не могли играть мы на сто процентов И даже на восемьдесят И даже на пятьдесят Вот А в бытовом смысле на буткемпе Происходили какие-нибудь, может быть, забавные случаи? Там У Virtus.pro на буткемпах просто часто бывают Забавные случаи у разных составов То там туалет сгорит, то еще что-нибудь Да нет, все равно Ну, все гладенько прошло А вообще вот эта вот база То есть На данный момент Гош, поправь, по-моему Нет ни фоток, ни видео, да? С базы Пока мы еще не делали Ничего Я видел что-то там с телефона Кто-то там Ну да, но это не серьезно, да То есть Как вообще тебе в бытовом плане Вот Та база, на которой тренируется Virtus.pro? Ну Нормально Ну как Точнее, хорошая Что-то Комната, квартира В принципе, в ней там еще не все доделан Там есть какие-то планы Я слышал По улучшению душа По Там Ну, просто Как бы Косметический ремонт какой-то сделать Там Повесить шторы цвета Virtus.pro Еще что-то сделать Космический ремонт Ага Космический Этот Вот Но даже Как бы без этого всего Вполне себе Отличное То есть место Крайней мере Если там находится Вот Ну Один коллектив Может быть Конечно Если долго сидеть Там С двумя командами Может быть Будет и не так удобно Потому что Все-таки Туалет один Спальных мест Не так много На раскладушках Придется кому-то спать Но для одной команды Вообще идеально Места много То есть Ну Как бы Нормально Ну Имеет смысл Наверное Поговорить О Ваших конкурентах По будущему Ивенту Гоша Давай Предоставляю тебе Возможность Я хотел бы Поговорить Вообще На тему Ваших соперников Будущих И Кого бы вы Больше всего Хотели увидеть Кого бы вы Больше не Хотели увидеть В соперниках Вот именно По групповому этапу Там может быть Ну В общем Кто для вас Самый удобный соперник Кто для вас Самый неудобный Соперник Из тех 16 Имен Не знаю Трудный вопрос Там в принципе Все Все команды Там сильные Да Плюс-минус Конечно Есть кто-то там Посильнее Послабее Но Нет такого Что вот Есть какая-то Команда Которую ты По-любому Хотел бы себе Потому что Ты по-любому Ее там 2-0 выиграешь Таких Просто Ну Реально Такой команды Вообще нет На этом Интернешнеле Это не прошлый Интернешн Тем более Не позапрошлый Где были явные Аутсайдеры С которыми Ну как Проходные команды Какой-нибудь Дарвар Я не знаю Или там Эти Как MTV Что-ли Или есть Сами эти М5 Ну и команды Которые Там Ехали Непоятно Зачем Здесь Конечно Сейчас там В чате Надежда Да вы и есть Эта команда Вот Но я уверен Что Мало кто Тоже Захоп Прям Жаждет Именно с Virtus.pro Поиграть Потому что Мы славимся С своими Неординарными Какими-то Дурными Стратегиями А это Всегда Неприятно Ну и Также Ну наверное Вот Все-таки С американцами Американские Коллективы 2 С ними Наверное Как-то По Я бы не Прочит Встретиться Да Поприятней Там А вот Ну может быть Моуза Еще Ну и Наверное Какие-нибудь Фнатики Ну короче Те, кого Хорошо знаем По крайней мере Мы С кем Много играли Кого знаешь Что ожидать По стратегиям И вообще По игре С ними Поудобнее Просто Ну как бы Не хотелось бы Пожалуй Топовых Китайцев Как поменьше Хотелось бы По крайней мере Вначале Потому что Там Очень тяжелая Дота такая Мне кажется Нам будет Как раз Против них Очень тяжко Против Тангфу ДК Каких-нибудь LGDChine Естественно То есть Вот эта Азиатофобия Она Как-то Прослеживается Я так понимаю Не просто Виртуз Про Просто не Азиатофобия Вот я Например Не прось бы Опять же Муфс Каких-нибудь Поиграть С ними LGD International Этих В принципе Наверное Даже Zenit И Orange Не пугают А вот Именно Китайские Топовые Команды ДК Tankful LGDChine И IG Там Они конечно Форму свою Приобрели Там Очень Тяжелая Короче Дота Такая Тяжелая Тяжелая Мне прям Очень Больше всего Неприятно Против них Будет играть Еще против Na'Vi Но Na'Vi Это отдельная А как думаешь Rattlesnake Или Квантик То есть На кого Поставишь Ну Наверное Квантик И не потому Что Rattlesnake Там Не ровнее Нет Вполне Вероятно Что в Rattlesnake Ты По какому-то Индивидуальному Там Командным Взаимодействием Они там Может быть И посильнее Будут Но Квантик Если ты к ним Не готов А Они в принципе Что Они последний раз Играли Где На Dreamhack Что ли А с тех пор Они особо И не играли Только тренились Ну Мы с ними Там Тренировались Там Они много С кем Тренировались Я так скажу Если ты к ним Не готов То С ними Играть Очень тяжело А Подготовиться К ним Очень трудно Потому что Вот я говорю Они последний раз Играли давно То есть Китайцы Там Посмотрят Может быть Их эти реплеи Ну да Что-то увидят Но Там Очень Тоже Очень тяжелая Игра Надо Знать Против них Что делать Там Такие Стратегии Опасные Именно Стратегии А вы Вообще На что Делаете Ставку Именно На какие-то Неизвестные Страты Или Больше Будете Играть Скила В общем Сколько Сколько Козырей В кармане У команды Virtus.pro В принципе Где-то На половину Игр В готовой Стадии Есть Какие-то Козыря Или Что-то Какие-то Задумочки То есть Мы Как Мы Уже Так Подумали Что В принципе Против Европейцев Которых Мы знаем Мы будем Играть Просто Используя Собственно Наши Знания Ну и Отталкиваясь От собственного Скила Просто Бороться Ну С Флэйт С Музами Если Будем В группе С Ликвидом С Дигнит С Альянс Тоже И Наверное С Нави А вот Против Азиатов Мы Скорее Будем Какие-то Заготовочки Использовать Потому что Они Во-первых К ним Не готовы Во-вторых У азиатов Особенно У китайцев У них Прослеживается Такая штука Они Очень круто Играют У них Очень крутые Стратегии Какие-то Но Как только Что-то Идет не по их Плану Какие-то Палки в колеса Так что Их стратегия Не может быть Реализована На 100% У них Начинаются Буксы Жесткие В игре То есть Что-что Перестроятся По ходу Игры Им Очень тяжело Это Их Хорошо Ну это Много раз Доказывали В принципе И Тяжело Еще один вопрос Последний От меня Догоночку Ты потом уходишь? Ярик скажи Быстрого Рошана Увидим Как на Dreamhack'е Вау Не знаю Это же Дота Все может быть Может быть Кого-нибудь Другого Увидите Еще Я думаю Тут Тогда Вообще На арену Выйдет Олег Со своим Крэйзи Стилем По поводу Вот этой Такой Импровизированной Очень Какой-то Шустрый Агрессивный Рошана Ну Один-то Он не убьет Я имею в виду Именно Как главный Козырь В борьбе С китайцами Да нет Знаешь Олег К сожалению Пока не главный Козырь В борьбе С китайцами Ему еще надо Наоборот Стабильности Справить китайцев Нельзя Нет Дело не в том Что ты Как дурак Идешь И дерешься С ними На всех линиях На первом уровне И если победил Ты молодец Я немного Не про это Я немного Про то Что у врагов У твоих Есть четкая Стратегия 3-1-1 3-0 На легкой Кто-то на миде Кто-то на харде Или еще что-то И они вот Собираются Вот так играть То есть Все мы тут Стоим фармим Все там Чувак у нас Стоит на миде Все там У нас чувак терпит На харде Играем парни 45 минут А потом убиваем И вот если ты Так с ними играешь В их групп Позволяешь С ними играть То у тебя Скорее всего Будут проблемы А если ты Изначально Как-то это ломаешь То есть Способов сломать Их там Ну какое-то Разное количество Может быть То есть Но надо как-то Переломить эту игру Поставить ее так Чтобы у них Ничего не получалось Чтобы они Не могли фармить Или у них Не мог чувак терпеть Или не мог мид стоять Или еще что-то Не могли они сделать Тогда да А типа Индивидуальных действий Каждого игрока Тут наоборот Нужно Поменьше Крэйзи Олега И побольше Стабильного Олега В принципе Олег-то Как бы умеет Главное Чтобы он Стабильность свою Не растерял Хорошо Все-таки Инвайты На Интернешнл Высылались Уже приличный Срок назад То есть В апреле Дота Все-таки Наверное Немного изменилась С апреля Как ты считаешь Есть команды Которые Вот сейчас Объективно Допустим Где-то Ну не то чтобы Не дотягиваю Наверное Таких команд нет Но вот команды Которые бы Допустим Заставь их проходить Сейчас отборочные На этот Интернешнл Они бы могли Их не пройти Я тут немножко Намекаю Прошу прощения Не кидаться в меня Помидорами Немножко намекаю На Fnatic Которые все-таки Вот в апреле Были действительно Классные команды Абсолютно потрясающие Я там сам признавался В любви этой команде Ну потому что Ребята очень классно играли Очень интересно играли А вот последние месяцы Они как-то вроде бы Вот как-то на второй Так план Немножко отошли То есть Без особых вроде бы Испадов Но с другой стороны Каких-то серьезных Действительно хороших Значенных побед У них немного Ну можно поговорить Например Так же и о ЕГЭ Которые наверное Вот будь сейчас Там отборочные Там в Соединенных Штатах Там за единственную квоту Я думаю ЕГЭ Были бы очень серьезной силой В этой квалификации Ну Я не знаю То есть Если честно Кофнатике там Много тренингов Сейчас То есть Их нет на особо Турнирах Но Они сейчас в форме В неплохой Ну как бы мы Там с ними тренировались Там видно То есть Они Времени тоже На буткемпе Зря не теряли Из команд Которые подрастеряли Да нет Только единственное Что Какие-то команды Которых нету На интернешнере Может быть И жалко Те же Каипи Мне кажется Могли бы Неплохо Как бы Выступить Поудивлять людей Ну и ЕГЭ Да Ну слотов на всех Не хватило Как известно Кстати Насчет отборочных Если вот сейчас Какую-любую команду Практически добавить В отборочные И провести Какие-то отборочные То там же Такая дикая мясорубка Там Ну те же ЕГЭ Они были потенциально Сильные Должны были Проходить Отборочные Я думаю Вместе с Моузами Все-таки Квантик Тогда были послабже А Но ЕГЭ Там Проиграли Рукскиз Там Проиграли Еще кому-то То есть Это все-таки Когда Один такой турнир Быстрый Там за пару дней Да Это все-таки Элемент рандома Есть какой-то Определенный Кто победит Ну там Не знаю Просто Ты что-то играешь Вот у тебя что-то не пошло И вот ты что-то проиграл И вот ты что-то не попал В интернешнл Есть такое Отлично Переходим К следующей партии вопросов Вспоминая Прошлогодний Интернешнл Но Ты Насколько я понимаю Не смог Все-таки туда отправиться Насколько я помню У тебя были проблемы С визой Да Я прав Угу Вот Но в плане игры Как ты считаешь Будет ли В игровом отношении Отличаться Интернешнл Этот От интернешнл Прошлогоднего Какая-то может быть Большая доля рандома В результатах Угу Да я даже не знаю Но Нужно сказать Что Общий Скилл Что ли В принципе С тех пор Подрос То есть Ну вот Там На том интернешнл На втором Было Какие-то раньше 8 плюс 8 Так это можно назвать 8 команд Которые боролись За топ За топ 1 практически И 8 команд Которые ни за что не боролись Они там Присутствовали На этом интернешнл Намного меньше Таких команд Общий уровень Наверное Доты В принципе Будет выше Наверное так А в остальном Ну фиг знает Ну ты знаешь Еще в прошлом году Была такая Тенденция Вот эти вот 8 Это было 7 плюс 1 То есть Нави И А в этом году Ты думаешь Все-таки Будет гораздо Все В этом году Думаю Будет Думаю Будет Интереснее По крайней мере Потому что Ну Нави И Альянс Показали на своем опыте Что Китайцев Побежать Можно Альянс Конечно Сейчас Выглядит Очень серьезно На европейской сцене Но тем не менее Они не выглядят Так же Как Нави Там Не знаю Пару лет назад Когда их вообще Никто победить не мог С Альянсом В принципе Много кто играет На равных Или там почти Или борется с ними И там Частенько кто-то У них в Европе побеждает А раз ты можешь Иногда побеждать Альянс Или бороться с ними Играть на равных А сам Альянс Выиграл там Турнир под ноль В Китае Значит получается Что все команды Которые борются С Альянсом на равных Да Они имеют в принципе Шансы Опять же Выигрывать у китайцев Поэтому Это вот Придает Лишься неуверенность Я уверен Многим европейцам И Это тоже Турнир делает интереснее Потому что Изначально Частенько Боэс играет Такой фактор Что Садится команда Садится против китайцев Играет она Эта команда Даже там лучше Чем китайцы Но так как они боятся Ой-ой-ой Китайцы Как страшно Там IG какие-нибудь Начинают фейлить Фидить Пикать изначально Какую-то фигню И проигрывают А если избавиться От этого То есть ты сел И ты как бы забил Китайцы Боэси Китайцы Играют просто В свою игру Как Альянс Собственно сделали То Побеждать можно И я думаю Как раз таки Это может На этом интернешнале Случиться Что здесь Будет Ну такой Там наш микс В восьмерке Из европейских Китайских команд Еще непонятно Кому будет больше Хорошо Но с первым Интернешнл Ты точно Наверное Сможешь Сравнить Этот ивент Какие у тебя Впечатления были От первого Инта В плане Там вот Сам город Сам проведение Ивента И так далее И так далее Есть ли Может быть Какие-то Пунктики Которые Ты в прошлый раз Не реализовал Не посмотрел Город Не купил Там был Не Сиэтл Там был А что там было Это Германия была Да А все Сорри Тогда вырежем Это из прямого Да Хорошо Но все равно Ты можешь поделиться Именно Впечатлениями От работы Валви На месте Не Ну Первый Интернешнл Конечно Был провальный В плане Организации Но они Это сами Как бы Признавали Говорили Мол Это наш первый Турнир То есть Игра была Абсолютно Сырая В ней играть Было просто Невозможно Но в ней Элементарно Пауза не было То есть Паузу Поднаспасать Не мог И при этом Она еще была Настолько Сыра Не доделана Там сервера Были неоптимизированы Они постоянно Лагали То есть Мог быть Какой-нибудь Дикий спайк На 15 секунд А никто Даже паузу Поставить в игре Не может Там происходит Просто трэш А турнир Вроде за миллион Долларов То есть Такая мясорубка Забавная Получается Ну и плюс Система проведения Когда тебе Там говорят